Однако, несмотря на суровые погодные условия, в некоторых небольших хозяйствах сегодня рапортуют об окончании посевной. Например, в Доволенском районе. Заранее подготовленные семена, минеральные удобрения, современная техника и слаженная работа. Все это позволило ярковскому хозяйству занять лидирующую позицию. Хмурое небо и низкая температура. Для этой весны, к сожалению, норма. С первых дней посевной стало понятно. В этом году милости от природы ждать не придется. Начать посевную в хозяйстве планировали еще в конце апреля. Но из-за капризов природы пришлось отступить от графика. Сеять начали лишь 4 мая. Стартовали с зернобобовых культур. Максимально мы делали 450 гектаров за сутки. У нас 4 комплекса. Это два флексикойла, селфорд и джундировский комплекс 1985. В планах, если погода нам позволит, 5-6 дней мы можем закончить. К работе полеводы приступали с 4 утра. Для экономии времени завтрак, обед и ужин повара доставляли прямо в поле. В посевной мы, можно сказать, тракторах дежурили. Искали сухие полосы. У нас комплексы, культиваторы, все мобильные. И много пришлось в этом году маневрировать. То есть искать более-менее сухие полосы, засевать. Отдельные дни засевали мы и по 30 гектаров, но этим не внушались. Виктор много лет трудится в хозяйстве механизатором. Управляет современным посевным комплексом «Флексикойл». Говорит, в этом году каждый гектар дается с большим трудом. Влажная земля и тяжелая. Трактор тяжело идет. По сравнению с прошлым годом. В прошлом году было легче. Проще шел. Земля была легче. Вовремя подготовленные семена, минеральные удобрения, современная техника и слаженный коллектив. Все это позволило ярковцам занять лидирующую позицию не только в районе, но и среди хозяйств области. Из всех сельхозпредприятий на сегодняшний день у нас вышли они все, а из крестьянско-фермерских хозяйств. Из 34 на сегодняшний день к посевной компании приступили пока шестеро крестьянско-фермерских хозяйств. 30 мая хозяйство Ярковское полностью закончило посевную. Но отдыхать полеводам некогда. Впереди обработка полей и заготовка кормов. А каким будет урожай, покажет осень. Николай Сальников, Светлана Бореева, Геннадий Устюжанин. Новости ОТС.